Скажите честно, кто из присутствующих верит, что эти выборы были честные? Я уже сделал выбор. Ну, в принципе, это логично, да? Смотрите, когда один и тот же человек находится у власти 18 лет, это ненормально. Да, есть примеры, там, в реставрационных монархии, когда они не сменяются, но там другое. Британская королева, она просто для красоты сидит, а этот сидит не для красоты. И в этом-то и дело. Я всю свою сознательную жизнь живу при Путине. Я хочу увидеть другого президента. Я просто хочу посмотреть, каково это. И просто когда у нас на участке происходит такое, что вроде бы загрузили на нормальные результаты, но идут еще бесконечные эти бабушки за Путина, которым сказали, что когда-то им поднимутся пенсию за три копейки. И что это такое? Понимаете, они должны дать дорогу молодым. Да даже не молодым, ну, тем, кто хотят, ладно, или другим людям старшего поколения, которые тоже хотят увидеть другую власть. Потому что он сейчас сидит 18 лет. 18 лет за это время, я не знаю, человек может родиться и стать совершеннолетним. Он хочет сидеть 24 года. 24 года, это, не знаю, это эквивалентно, я не знаю, сроку там Брежнева, то есть Сталина. Это огромный период. И что же он сделал за 18 лет? У нас государство примерно в том... Кризис. Ну да, кризис, действительно, международный кризис. Сейчас лютый дипломатический кризис, когда из Англии вытворяют российских дипломатов, когда Россия уже не звучит гордо, когда при слове «Россия» говорят, что «выйдите, пожалуйста», и так далее. Поэтому нам нужны перемены. И вообще, в идеале, нужно требовать перевыборов. В этой причине, потому что выборы частными не были. Эфферендум, какой путь страна выбирает? Да, и поэтому нужно... Да, в любом случае, нужно работать над собой и нужно действовать. В любом случае, потому что мы же не хотим жить в Сабоне. На самом деле, то, что сейчас нас тут немного человек, это не очень хорошо. Много благодаря кому? Департамент внутренней политики Приморского края. Да, они загнали нас в эту резервацию, нас тут полтора человека. И потом они могут сказать, что на митинг обезица никто не пришел. А почему? Я не говорю, что это ваша вина. И поэтому, я думаю, нужно строить общество. Я в вас всех верю. Я верю, что у нас еще будет хорошее будущее. И я верю, что 6 лет он не просидит. Может быть, в старости. В общем, товарищи, спасибо, что вы сюда пришли. Вы молодцы, вы пришли в выходной день. Так что, спасибо вам огромное, и Россия будет свободной.